Всех вас поздравляю с сегодняшним праздником, с воскресным днём. Сегодня у нас день, я бы сказал, отчасти необычный, потому что сегодня день всех святых. Ведь огромное количество святых не имеют особого отдельного дня памяти в силу различных обстоятельств. Жизнь некоторых святых прошла так, что мы ничего о ней не знаем, но Бог знает жизнь каждого. Нет ничего тайного от Господа. Мы видим премудрость божественную и церковную в том, что такой вот существует день, когда мы можем совершить службу и помянуть как раз тех святых, о которых мы пока не знаем. Пока ещё это для нас тайно, от нас это сокрыто, но у Бога всё устроено так, что каждый праведник или мученик, исповедник, он будет Богом прославлен не в этом веке, так и в будущем. Для нас важно размышлять о том, как люди становятся святыми, больше думать об этом процессе, а думать от самого его начала. Потому что да, мы знаем, что Иисус Христос, Богочеловек, ходил по нашей земле, обличал, учил, лечил, страдал за нас. И вот Он вознёсся на небо. Нужны были делатели. Кто-то должен был продолжить начатое вот это великое дело спасения. Именно для этого были необходимы апостолы. И каждый апостол пошёл в свою сторону света, так, чтобы весь мир не остался во тьме. Бог всё для этого сделал, всё предусмотрел. И, как мы знаем, Пётр пошёл, насколько я помню, в западные области. Андрей пошёл в восточные области. И Иоанн в южные, и Иаков в северные. Ни одна часть света не осталась таким образом без проповеди. И это очень важно. Потому что если бы Господь претерпел свои крестные страдания за нас, вознёсся и на этом бы на земле всё так прервалось, это было бы, наверное, даже для нас странно. Но по великой милости Божией, благодатью Святого Духа, вот этим огнём, зажглись многие светильники апостольские, которые двинулись покорять и преклонять Богу весь оставшийся языческий мир. И этот процесс, начавшись когда-то, он так и продолжается. Волны святых пребывают и пребывают. Пусть мы, может быть, как я говорил, мы не знаем ничего о их делах, о их мыслях. То есть мы не знаем движения их сердец. Но эти движения были, есть и будут, покуда существует на земле хотя бы один праведник, помнящий Господа, соблюдающий Его заповеди. И этот мир будет. И для нас это очень важно, потому что сами мы можем дать отсрочку кончине этого мира. Мы можем как приблизить это, так и отдалить. Если мы будем стремиться к Божественному, то мы продлим дни этого мира. Если мы будем стремиться, наоборот, к тёмному, то мы их сократим. Также мы этими делами приближаем к себе либо ад, либо вечное блаженство. Приближаем к себе рай небесный, который каждому уготован, кто будет того достоин. И я желаю всем, всем без заключения, людям держаться с этой правой стороны, с ветвой стороны, продолжать идти вслед за Христом, отвергнуть свои человеческие низкие все желания, отвергнуть своё чрево, вспомнить о своей Душе, которая нуждается совершенно в другом. И стараться, стараться изо дня в день очиститься, потому что Бог, видя наше старание, очистит нас от нашей проказы. И мы когда-то имеем шанс стать святыми, имеем шанс прославиться в Боге. Такая слава должна быть единственной, приемлемой для нас. Нам не нужны человеческие славы. Нам нужна слава божественная, чтобы Бог оценил нас, нас таких грешных рабов, недостойных, что мы представляем ценность. Потому что если мы для Бога не представляем ценности, то какая нам польза от того, что мы полезны для людей. Потому что в конечном итоге это будет иметь для нас первоочередное значение в будущем. Всех ещё раз я поздравляю с праздником. Подходите, пожалуйста, к иконочке и ко кресту. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok